Данный материал содержит элементы рекламы. Ну что, на календаре 9 марта. Мужики, как себя чувствуем? Женщины, надеюсь, все довольны, счастливы, улыбаются, наслаждаются подарочками, которые получили вчера. Ну я, как видите, сияю. И спасибо большое нашим мужчинам. Итак, что о традициях у нас есть, а? Что по традициям? Что по традициям мы рассказываем о забавных вещах. Итак. Возмутительных, я бы сказала. Возмутительных. Вы знаете, хуже, чем веган, может быть только агрессивный веган. О, вот сейчас все напряглись, но вы поймете, о чем мы вам говорим. Дело в том, что житель американского Сан-Франциско, штат Калифорния, в обращении к соседям, пожаловался на то, что ему запах мяса мешает. Они его готовят, жарят его на грилях, а он занимается спортом, и это его демотивирует. Да, письмо было отправлено по электронной почте и опубликовано в аккаунте Twitter «Лучше по соседству». Автор сообщения, чье имя неизвестно, написал, что он веган и занимается бегом. Далее цитата. «Несколько дней в неделю в районе обеда я бегаю, когда у людей открыты окна, я чувствую запах пищи, которую они готовят». Так он, может быть, просто на слюну исходит, а прикрывается тем, что он веган или веган. Он при этом подчеркнул, что считает запах мяса оскорбительным и выразил надежду, что соседи проявят немного эмпатии к тем, кто предпочитает употреблять растительную пищу. «Я призываю вас присоединиться к движению людей, которые борются с употреблением мяса», – написал он. Ну, пользователи Twitter, естественно, тут же стали очень активно комментировать это сообщение. Многие пристыдили его. «Ты не можешь требовать от людей», – писали они, – «класть на гриль только овощи». Ведь гриль, он для чего? Он для мяса. А еще некоторые другие советовали ему просто не бегать в обед. В общем, как этот мужик призывает, ну, как мужик, мужичонка, призывает вас не есть мясо, мы же призываем, наоборот, жрите мясо в свою удовольствие. Не-не-не, ты знаешь ли, не надо меня под свою вот эту вот, это ты призываешь. Я призываю за разумный, за рациональный баланс потребления. Ты тоже мясоед, кому ты сейчас рассказываешь? Я прекрасно и толерантно отношусь к вегетарианцам, потому что я сама когда-то была ею. Ладно, вы бы знали, что она за кадром говорит про вегетарианцев. Неправда, не верьте нему. А все, 8 марта закончилось, оскорбления посыпались вновь. Не будем разбираться, устраивать разборки, терочки, так сказать, выражаясь языком 93-го года. А поговорим о дате сегодняшней. 9 марта 1959 года в продажу впервые пошли куклы Барби. Появилась она на нью-йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и при этом, что любопытно, в туфлях на шпильке. Новинка была принята осторожно, но грамотная рекламная компания сделала свое дело. И партия из трех тысяч кукол разошлась очень быстро. А уже через пять лет после появления в продаже Барби ее продавали миллионами штук. Куклы жили своей жизнью, обрастали нарядами, друзьями, учились, работали, покорив поколение детей в 150 странах мира. Причем не одно поколение детей. Но и к чему это все пришло? К тому, что сегодня кукол Барби знают все, но при этом кукол Барби начали выпускать как толстых, так и с разными прическами, с короткими волосами. С разными цветом кожи. Более того, недавно же появились Барби, кстати, в топе были продаж, которые сидят в инвалидном кресле. Ужас! Потому что какое-то время Барби были слишком популярны и навязывали девчонкам маленьким комплексом, что они не соответствуют параметрам кукольным. Естественно, сейчас компания Барби пошла по пути толерантности. Мне это, кстати, нравится больше, чем их первоначальная версия. Ненавижу слово толерантность. О других событиях сегодняшнего дня далее в нашей подборке. Сегодня отмечается Всемирный день диджея. Различает несколько типов диджеев. Радио-диджеи представляет и проигрывает музыку, которая передается по каналам радиообщения АЭМ, ФМ, коротковолновым, цифровым или каналам радиостанций интернета. Клубные диджеи выбирают и проигрывают музыку в барах, ночных клубах, на дискотеках и даже на стадионах. Мобильный диск-жокеи путешествует с портативными звуковыми системами и представляют музыку на различных мероприятиях. А еще иногда диджеи сами поют и играют рэп и регги. Сегодня день Содружества наций. Это праздник 53 стран-участниц Международного сообщества Содружества наций Ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. Праздник проходит в Бестминстерском аббатстве в Лондоне, где проводится многоконфессиональное служение, в котором принимает участие британский монарх в качестве главы Содружества. Австралийцы сегодня празднуют День Канберы. Таким образом, жители страны отмечают день, когда столица страны получила свое имя. Канбера – очень необычный, геометрически выверенный и тщательно продуманный город, так как он построен специально, чтобы выполнять столичную функцию. В городе расположено бесконечное количество правительственных департаментов и агентств, что привлекает в него множество внутренних и иностранных туристов. Сдержать вспышку коронавируса в Италии поможет изменение социального поведения. Вот это знаменитое итальянское «ма-ма-ма-ма-чао» должно быть отменено, естественно. Об этом заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Реца. По его словам, в связи с распространением заражений не исключено увеличение карантинной зоны в Ломбарде, где уже находится около 50 тысяч человек. В то же время, подчеркнул специалист, изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там мало случаев заражения. Нужно оценить меры социального дистанцирования, цитирует ученого СМИ. Другими словами, населению надо дать привыкнуть к немного социальному поведению, например, не целоваться или не обниматься. Мы должны остановить распространение вируса, заявил ученый. В общем, отходим немножко подальше друг от друга. Да, и не целуемся, и не обнимаемся никогда. Праздник Муртишор собирает вокруг себя артистов и музыкантов из Молдовы и не только. В эти дни по всей республике выступают приглашенные и за границей гости. Да. Ольга Черкова, заслуженная артистка Воронежской области, встретить весну в Молдове мечтала, как сама заявляет, довольно давно. В этом году ее желание осуществилось, и певица покорила зрителей своим мощным голосом. А сама осталась в восторге от нашего зрителя и, конечно же, от молдавских плацент. Монцуменск пентру инвитатию. Эту фразу на молдавском, пусть и с ошибками, Ольга Черкова произносит с большой радостью. О нашем национальном празднике Муртишор девушка знает от родителей музыкантов. Они приезжали к нам не единожды. Настал черед и дочки. Я наслышана с детства. Какой гостеприимный вы народ. Спасибо, низкий поклон. Я сразу, спустившись с трапа самолета, я сразу почувствовала такое тепло, такую душевную, просто передачу всей доброй энергии. Для концерта в Молдове Ольга выбрала народные русские песни и песни из репертуара Людмилы Зыкиной. Течет река Волга, на побывку едет молодой моряк, Оренбургский пуховый платок. Зрители принимали артистку с большим теплом. Весь зал подпевал, а молодежь с телефонами на задних рядах нам всем подминивала. Поэтому все мы так соединились в одном творческом полете. В общем, на одном дыхании мы даже не заметили, что мы два часа почти отработали концерт. В общем, пролетело все на одном мгновении. В эти минуты Ольга уже в Воронеже. Перед отъездом она обещала рассказывать всем, как замечательно в Молдове. А в подарок жителям нашей страны певица оставила музыкальное пожелание. Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Мы славно гуляли на празднике вашем, нигде не видали мы праздника краше. Богатые тоже плачут, и знаменитые тоже оказывается. Легендарный боксер Майк Тайсон расплакался в прямом эфире, когда рассказывал о жизни после ухода с ринга. Спортсмен поделился эмоциями во время записи собственного подкаста. Экс-абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон принимал у себя в гостях бывшего чемпиона мира Шугара Ре Леонардо. И во время интервью Майк Тайсон разоткровенничался и заплакал. По словам легендарного боксера, когда он выступал на ринге, то знал искусство войны, и это было все, чему он научился. Меня боялись. Когда я выходил на бои, я был убийцей, я был рожден для этого, рассказывал Тайсон. Также он признался, что сейчас чувствует определенное опустошение, считает себя никем. Он отметил, что осваивает искусство скромности, он скучает по прежним временам и по прежнему себе. При этом Тайсон честно признается, что если он прежний вернется, то принесет с собой ад. В начале осени прошлого года главная лестница столичного парка Валя Мориллор была сдана в эксплуатацию после ремонта. И теперь подниматься и спускаться по ней можно без опасений. А совсем скоро перед входом появится и фонтан. Работы уже начались, но тут же, собственно, и приостановились. К сожалению, подробности узнаете прямо сейчас. Новый фонтан в Кишиневе появится перед памятником Дойны и Иона Алдзя Теодорович. По периметру объект будут окружать четыре вазы с цветами. Предусматривает проект также установку скамеек, урн и освещение. На все это из городского бюджета потратят 290 тысяч леев. Конечный результат должен быть готов к середине апреля. Однако что-то пошло не так. Благоустройство фонтана началось с большим энтузиазмом, но прошло лишь несколько дней и все остановилось. Фонтан огражден, а рабочие даже не оставили записку с указанием того, где они сейчас находятся и когда вновь возьмутся за дело. Пока фонтан в работе, в другой части города уже разрушается то, что было сделано меньше года назад. На подземный переход по улице Негрудзе, обновление у которого кишиневцы еще недавно радовались, смотреть без сожаления невозможно. Появились надписи и следы от обуви. Их, понятное дело, кто-то оставил нарочно, ведь по стенам не ходят. В некоторых местах уже облезла краска. Видимо, про качество во время ремонта забыли. Это очень плохо, что они рисуют. Мне очень печально. Рабочие трудились над благоустройством этого подземного перехода, но пришли нехорошие люди и все испортили. Это говорит о воспитании детей, а может и взрослых. Очень некрасиво. Все в руках жителей Кишинева. Это они не соблюдают чистоту. Исходит это из головы и зависит от домашнего воспитания. Порядок и устройство в наш город действительно придет тогда, когда ремонт будет выполняться на совесть, а люди будут беречь созданный уют. Все в наших руках. Будьте заняты. Это вас лишает способности думать о какой-то чепухе. И хандрить, как это зачастую бывает у людей, у которых слишком много свободного времени. Кстати, да. Занятые люди склонны принимать более здравые решения, чем те, кто сидит без дела. Научную работу с таким выводом опубликовали ученые из США и Китая, объединившиеся в рамках интересного исследовательского проекта. Далее цитата. Мы попросили половину участников опыта детально описать все дела, которыми они занимались накануне. У второй половины участников не было при этом никаких заданий. Затем мы попросили добровольцев принять целый ряд решений. Речь шла о решении повседневных вопросов, которые относились, например, к питанию, к финансам, к тренировкам, ну и так далее. Это заявили авторы этого проекта. Выяснилось, что люди, которые во время опыта ощущали собственную занятость, в целом принимали более здравые решения. Ученые считают, что ощущение занятости способствует повышению уровня самоконтроля, благодаря чему у человека получает возможность принимать более рассудительные решения. Да, но при этом занятость – это не всегда хорошо. Если она сочетается с временными ограничениями, то часто порождает стресс и беспокойство. Хоть на дворе и март, но до Пасхи еще время для снега есть. И, как показывает практика, он может выпасть вплоть до 20 апреля. Ну а пока мы все, возможно, его ждем, самое время посмотреть, как люди, заняты зимними забавами, позавидоваться, может быть, даже немного потренироваться к апрелю, ну или уже к следующей зиме. На три вещи можно смотреть вечно. Как тушет вода, горит огонь и как новички пытаются первый раз встать на горной лыжи или сноуборд. Они думают, что уж у них-то все обязательно получится, но падают снова и снова. Не расстраивайтесь, уважаемые, а лучше научитесь правильно, ну или хотя бы красиво падать, чтобы раз и в трендах Ютуба. Впрочем, гораздо интереснее, конечно, наблюдать за людьми уже кое-что умеющими. И если обычными сноубордическими трюками никого не удивишь, придется придумывать что-то совсем уж новое. Как вам, например, идея совместить катание на сноуборде и окунание в прорубь? Всего за пару недель у этого видео уже полмиллиона просмотров. Вау! Мужик-мэм! Почти! Так, а есть еще моржи. Конечно, ведь известный факт, что физическая активность очень сильно бросает в жар. А значит, можно спускаться в купальнике. В Сочи, например, даже проходит специальный фестиваль. Но пока кто-то борется со своими комплексами, другие борются с подъемниками. Общеизвестный факт, не так сложно спуститься с горы, как на нее забраться. Некоторые уверены, бугельные подъемники изобретены с целью естественного отбора. Генеральный спонсор передачи – Нескафе. Новый Нескафе Голд создан сарабикой, помолотой в 10 раз тоньше, чтобы раскрыть всю глубину вкуса и аромата кофе. Новый Нескафе Голд для самых ценных моментов. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор передачи – Нескафе. Совсем недавно стало известно, что от России на Евровидение 2020 поедет группа «Рейвфрик», группа «Литл Биг». Выбор участника от России на Евровидение 2020 неожиданный, но перспективный. Вот что заявил Филипп Киркоров. Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую публику они способны как никто. Будем болеть за «Литл Биг», я их поклонник, сказал Филипп Бедросович. Да, стоит отметить, что Филипп Киркоров в этом году готовит еще одну участницу Евровидения – нашу Наталью Гордиенко. Поэтому как будут конкурировать их же номера? Да, пока вопрос. Киркоров действительно не в первый раз уже готовит участников Евровидения. В этом году он поможет конкурсантам, помимо Молдовы, еще и от Эстонии. При этом российский артист Юрий Лоза не так положительно отнесся к тому, что Россию будет представлять «Литл Биг». По его мнению, в этой группе недостаточно русского. Премьера песни, мы напомним, состоится в ближайшие дни. И, как рассказал солист группы Илья Прусикин, он же Ильич, композиция будет веселая в духе «Литл Биг» и немного бразильская, что неожиданно. Женская сумочка, сколько тайна на хране. Очень много. Мне кажется, в женской сумочке можно найти абсолютно все, что угодно. И там вообще где-то есть дверь в Нарнию. Да, вероятно. А тайн там столько, сколько у иных политиков даже нет. Правда, правда. И что любопытно, некоторые женские сумочки набирают какое-то невероятное количество просмотров в сети. Такое бестолковое, но удивительно затягивающее развлечение мир охватила настоящая сумочная лихорадка. Девушки и женщины по всей планете словно сговорились и одна за другой выставляют интернет-обзоры содержимого своих сумочек, сумок и даже огромных саквояжей. Зачем они это делают? Так ведь почти каждый ролик гарантированно набирает тысячи лайков. Внутри у меня огромное количество различных вещей. Судя по моей сумке, я готова ко всему. Кстати, мне всегда было интересно, почему женские сумки такие тяжелые? Неужели там действительно носят дрели, эласты? Еще как. Вот, например, что ежедневно приходится таскать на своих плечах хрупким художницам. Еще бумагу меньшего формата. Треногу, чтобы все это установить. Набор темперы. Кисти. Стакан для воды. Палитру. Пенал. Эх, сразу вспоминаются несчастные первоклассники, вынужденные носить килограммы учебных материалов. А кстати, что у них там в рюкзаках, говорите? Математика, рабочая тетрадь, дневник сам. И тут же, а что в сумках их мам? Вот ролик с гордым названием «Что в сумке мамы? Отличника». Сейчас раскроет нам все секреты успеваемости. Очки, девочки. Очки. Нет, похоже, так и не узнаем. Зато можно открыть для себя много других вещей. Есть тут и признание балерины. Оказывается, они вовсе не таскают с собой повсюду пуанты и пачку. Да шучу, конечно, таскают. А еще миллион спортивных приспособлений. Смотришь и даже на зарядку как-то захотелось. Гетры это прям необходимая часть гардероба, мне кажется, любой балерины Потому что штаны разогревочные ты не можешь одеть вместе с пачкой А шерстянки ты одеваешь и ноги греются Но, конечно, максимальной популярностью добились ролики, в которых рассказывается, что берут с собой они, звезды Ну разве вам не интересно, что в сумочке у Виктории Бекхам, например? Неужели она такой же человек, как и все мы? Да нет, не может быть Увлажняющий крем, крем для рук, помада, духи Да, оказывается, мы все похожи, а если хотите как-то выделиться, придется постараться В последнее время мир разделился на тех, кто любит и пользуется голосовыми сообщениями И на тех, кто люто против, кто ненавидит их, кто считает их неуместными Мое мнение таково, они уместны только тогда, когда вы это оговариваете И людям порой стоит заранее подготовиться к тому, что им будут отправлять голосовые Ну или, по крайней мере, можно спросить, удобно ли тебе прослушать аудио Но если ты едешь за рулем, например, и тебе надо срочно кому-то что-то отправить, намного удобнее начитать Так вот, ВКонтакте начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке Пользователь увидит содержание войса в текстовом виде Таким образом он прочитает его там, где трудно или просто невозможно прослушать аудио Какая классная, слушай, функция, прям здорово Программа доступна участникам тестирования соцсети ВК Тестс Она работает на iOS на базе сторонней технологии На втором этапе тестирования будет задействована собственная разработка ВКонтакте Для распознавания речи на основе искусственного интеллекта Да, и вообще, только вдумайтесь, на основе данных ВКонтакте Ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями только на этой платформе Планируется, что в будущем в ВКонтакте будет доступен и поиск, и в частности, по голосовым сообщениям Как-то слишком просто в последнее время пожениться и также слишком просто развестись И мне кажется, что это не очень хорошая тенденция Видимо, со мной согласны и в соседней нам Румынии Именно там увеличили сумму, которую пары должны заплатить при расторжении брака С 20 до 200 румынских леев, что почти тысяча наших молдавских В то же время сам процесс теперь будет занимать при этом еще и намного большее количество времени Желающим расторгнуть брак придется обращаться в суд, что предполагает посечение слушаний Вовлечение адвокатов и свидетелей Высший кассационный суд отменил и посредничество Оно возможно только на начальном этапе процесса До сих пор получить справку о разводе в Румынии можно было в ЗАГСе или у нотариуса Но только в более сложных случаях приходилось обращаться в суд Теперь же все изменилось И снова доброе утро для тех, так сказать, для кого fashion is my profession Для тех, кто просто любит это слово Нам, по крайней мере, нравится, как оно произносится Да, вот именно для этих людей наши сегодняшние гости И у нас сегодня в гостях Марчилла Лозова, ноу-проект менеджер Апиус, а также Юлия Аллер, дизайнер Доброе утро, дамы! Доброе утро! Ну что, все ли живы после 8 марта? Ну, как видишь, цветут и пахнут Стараемся Как мужики поздравляли? Давайте так Ну, как обычно Эмоционально, красиво Красиво, да С позитивом Снисходительное отношение к поздравлению мужиков Как обычно Женщины в женском коллективе Понятно Да, да Что такое Апиус? Скажите, пожалуйста Чуволу, проект менеджер Да Апиус есть асоцияция патернала Ай-индустрии Ушары Которая репрезентна бренды Аутохтоне И все компании-продукаты Ай-индустрии Ушары Господи, как сложно ответить на простой вопрос Правильно, слушай, ну, должны люди знать Да, мы серьезные Делиться, которые представляют легкую промышленность Юлия, есть ли в нашей стране фэшн? Однозначно есть Даже такой вопрос меня немного обижает Потому что меня и моих коллег Потому что зачастую я встречаюсь с тем, что нас знают за пределами Молдавии Но нас абсолютно не знают в Молдавии Фэшн есть Я думаю, Марчелла даже может привести статистические данные А, ну-ка давайте статистику А сколько дизайнеров в этом году? 42 дизайнеры, дentre которые 6 Я вообще в шоке с того, что у нас в Молдавии есть 42 дизайнера Нет, я, конечно, знаю, не знаю На самом деле значительно больше А вот теперь и с Юлией хотим поговорить Юлия, сложно ли быть дизайнером в нашей стране? Я думаю, сложно быть дизайнером абсолютно везде Везде, да? Почему? В нашей стране немножко сложнее из-за того, что у нас нет изначальной культуры или истории Так скажем, да? Признания дизайнеров как дизайнеров Но в целом, как бы быть художником или создателем чего-либо Мне кажется, как бы история показывает априори непросто Но очень сильно радует последние года Когда люди все больше и больше признают дизайн как дизайн Юлия, вот такой вопрос Извини, пожалуйста, Таис, я тебя немножко перемешиваю Это штаны вашего пошива? Я собиралась секунды за две Но все на мне мое, да Серьезно? Да Скажите, пожалуйста, просветите меня Человека далекого от вообще такого понятия, как мода Мне кажется, это сейчас вы немножко лукавите Судя по вашему внешнему виду, вы абсолютно, да Знаток фэшн Я, который сделал ко мне Можно я? Спасибо, спасибо А чтобы вы знали, что мы придем к вам в Москве Да, да, подготовился Где, пойдут ли мне джинсы бананые? Пойдут Это, кстати, последний тренд Да? Но Юля просила не говорить о трендах Тоннельцах, поэтому мы не будем ничего делать Потому что это вопрос скорее к стилистам Дизайнеры, они создатели, да? Стилисты – это те, кто уже эти тренды воплощают в жизнь, так скажем, да? Мы можем, мы как дизайнеры, можем использовать тренды, можем не использовать Просто кто как... Я художник, я так вижу Ну, правильно, это как художник, как архитектор, как дизайнер То есть я все время людям, когда мне начинают задавать вопросы, а желтый модный, мне всегда хочется сказать, ну если брать тренды, это одна история, если вы спрашиваете дизайнера, нравится ему или нет, другая история А с чего начинается вообще работа над коллекцией? Вот когда работает дизайнер? С вдохновением То есть сначала карандашиком Всегда подгадана под какие-то даты вот таких подобных мероприятий Вот надо сделать коллекцию, потому что нас ждут это, 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 эти события К сожалению, да Ага, все Любое творчество, оно все равно это систематизация работы, потому что ты не можешь придумать шубу летом, вернее, ты ее можешь придумать, вернее, летом, но представить ты ее должен зимой То есть творческий процесс, он бесконечный, но все равно в нашей работе огромное количество дедлайнеров Я просто своих любимых женщин поздравляю с 8 марта в апреле А Дима даже носит летом шубу А это есть еще коннекция между дизайнерами и обвинениями, которые организуем мы То есть есть коннекция, которая рассказывает очень хорошо И дизайнеры еще экспон коллекции И мы можем их промывать оттуда национально, как и интернационально Но я вам скажу, что дедлайны, как в любой работе, у абсолютно любых людей, это все 5 минут до выхода Я думаю, огромное количество фильмов снятых, которые нас стимулируют, нас, дизайнеров существующих Это и Диор, и Шанель, когда дошивают подиум уже, и модель выходит на подиум, они еще дошивают это нормально Но у нас то же самое У нас то же самое, да Вот в этом мы как на международном уровне Как я люблю прямолинейных людей Супер Поэтому зачастую в бэкстейдж интереснее, чем подиум Да, да, да Так можно продавать отдельные места и за кулисы Да, да, да Я скажу тебе, я же в прошлом году участвовал в Молдову Fashion Days А что ты делал там, подожди Не спрашиваю Для меня это открытие В общем, я как бы, ну, на меня что-то надели А, то есть ты ходил как модел? Да, и я, значит, иду и только смотрю под ноги и думаю, лишь бы негров И ты знаешь, это было написано на фотографиях Потому что на лице прямо чёрт побери, что происходит, что происходит Теперь вы понимаете, почему у многих моделей такие лица когда-либо ходят на входе Я не понимаю организаторов, которые пригласили меня в качестве модели А, что ты думаешь, модель? Да, мы пригласим всех на этот момент Давайте меня пригласите Это было приглашение для вас Спасибо большое Тогда увидимся на Молдова Fashion Days 21-22 марта Пожалуйста, приглашаем Вам спасибо большое за то, что пришли к нам И вам спасибо За то, что в нашей стране вы боретесь, так сказать, за звание высокой культуры быта Абсолютно Спасибо за понимание Мы боремся и будем продолжать И будем бороться дальше Ну что, мы, собственно, тоже продолжаем бороться Модные или не модные, ну да, но боремся А с чем? С утром, с андлиностью Правильно, правильно, продолжаем утро наше Да Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Новый Нес Кафе Голд Создан с арабикой Помолотой в 10 раз тоньше Чтобы раскрыть всю глубину вкуса и аромата кофе Новый Нес Кафе Голд Для самых ценных моментов Данный материал содержит элементы рекламы Скажи, пожалуйста, Таис, пользуешься ли ты навигатором, когда, допустим, по городу ездишь? Ну, конечно В первую очередь я беру телефон и кричу Алло, расскажи, как проехать куда-то кому-нибудь из близких друзей Например, мне Да, часто бывало Дима, я потерялась, как отсюда выехать? Не так давно в Румынии навигатор завел человека в дремучий лес Стоит отметить, что порой бабушка какая-нибудь на дороге Или какой-нибудь бредущий мимо дядя Петя Может помочь вам добраться намного проще и лучше, чем навигатор Но, тем не менее, о навигаторах наш следующий сюжет Как говорится, мама плохого не посоветует Доверился навигатору, не проверив маршрут, жди приключений Например, вот таких эту даму навигатор повел вокруг Ладожского озера Не по самой быстрой дороге, а по самой короткой К сожалению, она оказалась еще и самой глубокой Женщине не сказано повезло, что мимо ехали экстремала на квадроциклах и вытащили ее А если бы нет? А если нет, пришлось бы вызывать эвакуатор туда, не знаю, куда навигатор завел Я вызвал эвакуатор, сейчас буду вытягивать автомобиль Однако, вызвал еще не значит, что вытянул Ребят, я серьезно застрял Это что-то нечто А еще потому, что навигатор решил, что проехать по этой улице можно, а оказалось нельзя Не доверяйте навигатору так, как доверяю ему я, ну я на все сто процентов Но ведь так хочется ему поверить, даже если заранее знаешь, что он обманет У нас навигатор хороший, конечно, но он всегда ведет к каким-то козьим тропам И вот едешь ты по заранее проложенному маршруту, как вдруг слышишь, да более знакомая И поворачиваешь, ни о чем плохом не думая Прямо, это куда? По полю? Ну ладно, думаешь, проскочу как-нибудь А дорога, мало того, что все хуже и хуже, так она еще возьми и закончи с ни с того ни с сего Все, тупик, железнодорожные пути, к счастью, недалеко уехал от асфальта и еще можно вернуться А если отмахал 30 километров и уперся в ручей, о котором навигатор ничего не знал Придется рисковать и штурмовать его вброд Но это не самый плохой вариант Гораздо хуже, если дорога кончилась, развернуться негде, ты не знаешь, где находишься А навигатор твердит, вы приехали Вы приехали, говорит Приехал куда? И это, пожалуй, главный вопрос, который в конце пути задает себе каждый, кто понадеялся на электронный маршрут Но всегда вместо ответа лишь горькое разочарование По навигатору должна быть здесь двусторонняя асфальтированная дорога Но даже если она асфальтированная и не в чаще лесной, а в самом центре города Нет никакой гарантии, что по ней можно проехать Ехали по навигатору, дорогие наши гости Ну и съехали со ступенек Поэтому будьте, дорогие мои друзья, будьте очень внимательны, когда вы езжаете по навигатору в Гурзуф И не только в Гурзуф, а вообще в любой город, особенно в чужой стране А лучше купите заранее бумажную карту Она очень пригодится в тот момент, когда навигатор сойдет с умом Налево? Да ты смеешься Что с этим навигатором? Ну какой тут направо-то? Ну очевидно же, что налево Поворот направо, да ты смеешься, что ли? В общем, навигатору, конечно, доверяй, но маршрут все-таки проверяй Чтобы потом не было мучительно больно Сдержать вспышку коронавируса в Италии поможет изменение социального поведения Вот это знаменитое итальянское ма-ма-ма-ма-чао Оно должно быть отменено, естественно Об этом заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Реца По его словам, в связи с распространением заражений не исключено увеличение карантинной зоны в Ломбарде, где уже находится около 50 тысяч человек В то же время, подчеркнул специалист, изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там мало случаев заражения Нужно оценить меры социального дистанцирования, цитирует ученого СМИ Другими словами, населению надо дать привыкнуть к немного социальному поведению Например, не целоваться или не обниматься Мы должны остановить распространение вируса, заявил ученый В общем, отходим немножко подальше друг от друга Да, и не целуемся, и не обнимаемся никогда Праздник Муртишор собирает вокруг себя артистов и музыкантов из Молдовы и не только В эти дни по всей республике выступают приглашенные и за границей гости Да, Ольга Черкова, заслуженная артистка Воронежской области Встретить весну в Молдове мечтала, как сама заявляет, довольно давно Но в этом году ее желание осуществилось И певица покорила зрителей своим мощным голосом А сама осталась в восторге от нашего зрителя и, конечно же, от молдавских плацент Монцуменск пентру инвитатио Эту фразу на молдавском, пусть и с ошибками, Ольга Черкова произносит с большой радостью О нашем национальном празднике Муртишор девушка знает от родителей музыкантов Они приезжали к нам не единожды, настал черед и дочки Я наслышана с детства, какой гостеприимный вы народ Спасибо, низкий поклон Я сразу, спустившись с трапа самолета, я сразу почувствовала такое тепло Такую душевную, просто передачу всей доброй энергии Для концерта в Молдове Ольга выбрала народные русские песни И песни из репертуара Людмилы Зыкиной Течет река Волга, на побывку едет молодой моряк, Оренбургский пуховый платок Зрители принимали артистку с большим теплом Весь зал подпевал, а молодежь с телефонами на задних рядах нам всем подминивала Поэтому все мы так соединились в одном творческом полете В общем, на одном дыхании мы даже не заметили, что мы два часа почти отработали концерт В общем, пролетело все на одном мгновении В эти минуты Ольга уже в Воронеже Перед отъездом она обещала рассказывать всем, как замечательно в Молдове А в подарок жителям нашей страны певица оставила музыкальное пожелание Так будьте здоровы, живите богато А мы уезжаем до дому, до хаты Мы славно гуляли на празднике вашем Нигде не видали мы праздник окраши Как часто бывает, что мы живем какой-то обыденной жизнью А потом раз и что-то влезает в нее И ох, и ох, обычно это женщины До этого мужик жил себе размеренно Все было хорошо у человека А потом бац, вернился и все Да, и все, понеслось в тар-тарары Ладно, не об этом мы на самом деле Мы говорим о том, что зачастую такие красивые вещи происходят вокруг нас Что невозможно не удивиться Вот совсем недавно это и произошло Редчайшая китовая акула подплывала прямо к лодке с туристами в Новой Зеландии Шкипер Ник Уэль вез на лодке 19-30-го Для того, чтобы показать им дельфинов Однако все развернулось гораздо ярким, более ярким для них способом Когда они были в 11 километрах от горы Мангановой К лодке подплыла редчайшая 10-метровая китовая акула Самая большая рыба в мире И все пассажиры этой лодки пребывали в легком шоке Даже бывалым людям, бывалым морякам Далеко не каждому приходится повидать эту рыбку Ты знаешь, это, наверное, куда круче дельфинов То есть рассчитывали на одно, а потом бац, и все завертелось, закрутилось Что любопытно, самих дельфинов-то они практически не увидели А вот зато такое зрелище увидели Уэль снял шкипер, снял этот момент на видео Публиковал его в Фейсбук, где он стал мегапопулярным Сегодня на работе произошло нечто очень особенное Сказал он, думаю, я никогда не забуду этот момент Ну еще бы Такое забыть, развидеть, так сказать, этого невозможно И, конечно же, отметил, что, увы, с дельфинами группе повезло чуть-чуть меньше Но китовая акула перехватила все внимание на себя Да, стоит отметить, что китовая акула вообще В отличие от большинства своих родичей Питается преимущество одним планктоном Отсаживая корм из воды с помощью особого аппарата Образованного жаберными дугами Такой способ питания есть только еще у двух других акул У гигантской и у большеротой И, кстати, китовая акула – одна из тех безопасных акул для ныряльщиков Она на них абсолютно не реагирует Позволяет им себя дотрагиваться, фотографироваться с собой Более того, даже еще иногда катает у себя на спине Представляешь, что в это время ты и говоришь «Покатай меня, большая черепаха!» «Ах, я, значит, черепаха!» Скинула и «Тигровый, а ну сюда!» В общем, кому сегодня, каким обстоятельством вы сделаете Как только что показала Тейс Уж простите Благополучным, я надеюсь, или финансово доходным А во всем об этом гороскопе Овен День подходит для реализации самых смелых идей Кое-кто будет критиковать вас за излишнюю тягу к экспериментам Но вас это едва ли смутит Прекрасный день для того, чтобы напомнить о себе старым знакомым Телец Окружающих вы приводите в восхищение Перед вашим обаянием невозможно устоять А ваши достоинства нельзя не заметить Это отличный день для новых знакомств, а также для начала серьезных отношений Они будут развиваться именно так, как вам хотелось бы Близнецы Вы ведете себя довольно эгоистично Но это сходит вам с рук На близнецов, которые сегодня особенно обаятельны и неотразимы Никто не обижается И все же не стоит совершенно игнорировать интересы и желания близких Вам самим очень приятно будет порадовать дорогих людей Рак Праздничная атмосфера этого дня будет испорчена огромным количеством дел, с которыми вам предстоит справиться Вечером вы будете приятно удивлены тем, сколько всего успели И сможете гордиться своими достижениями Хорошо складываются отношения с окружающими Лев День весьма неплох Порадуют неожиданные денежные поступления Можно удачно решить имущественные вопросы Вероятное появление влиятельных покровителей и надежных помощников Дева Вас ожидают финансовые потери Сегодня придется расстаться с очень значительными суммами В других же отношениях день очень хорош Можно реализовать давние планы и личного характера Приятно провести время с друзьями Весы Будет много хлопот и суеты Не рассчитывайте на то, что день удастся провести спокойно Можно принимать гостей или наносить визиты друзьям В обоих случаях общение будет чрезвычайно приятным Скорпион День не самый простой, но довольно приятный Правда, от вас потребуется немало терпения События развиваются не так быстро, как хотелось бы Но если вы не будете торопиться, звезды непременно порадуют вас приятными сюрпризами Стрелец День неоднозначный С одной стороны, жаловаться особенно не на что И дела идут в целом неплохо, и планы удается реализовать С другой стороны, определенно есть поводы для волнений, связанные с родственниками и близкими людьми Дела семейные отнимают сегодня особенно много сил и времени Кодирог Вы с оптимизмом смотрите в будущее День как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы и начать готовиться к их осуществлению Сегодня вы заметите много интересных возможностей Водолей День связан с денежными поступлениями Можно позволить себе какие-то давно запланированные радости и покупки Не возникает необходимости в чрезмерной экономии, строгом ограничении расходов Рыбы У вас будет много дел, каждый из которых потребует не только внимания и серьезного отношения, но и изобретательности Многие начинания этого дня будут удачными, но не стоит думать, что достичь успеха будет легко Этот человек рекордсмен книги Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей И все его, все мы его знаем с самого раннего детства Григорий Гладков Композитор, советский и российский бард Сегодня расскажем о его счастливом случае Если видишь на картине чашку кофе на столе Или морс в большом графине Или розу в хрустале Или бронзовую базу Или грушу Или торт Или все предметы сразу Знаешь, что это Натюрмот! Не зря говорят, все гениальное, просто Легкие стихи Александра Кушнера и незамысловатая, но очень запоминающаяся музыка Григория Гладкова А в итоге все советские дети знали жанры изобразительного искусства Кстати, идея учить уроки, напевая новый материал, пришла к Григорию Гладкову еще в детстве Даже таблица умножения легла у него на музыку Детство композитора прошло в Хабаровске, куда его отец приехал в поисках дальневосточной романтики Но нашел романтику другую, семейную Мама композитора работала заведующей яслями и в доме царила атмосфера детского праздника Были детские книжки, детские пластинки, детские сценарии И я рано начал помогать ей на утренниках в детском саду Играл вместо баяниста, который запивал через букву И И многие куски я придумал, что-то играл по нотам, а что-то от себя сочинял И с детства стал вот так сочинять На родине отца в Брянске Гладков окончил институт транспортного машиностроения По распределению переехал в Ленинград, где и решил продолжить музыкальное образование Работа, учеба неизвестна, чем бы все это закончилось, если бы однажды молодой и еще никому неизвестный композитор не решил развеяться и съездить в Крым Я в Коктебеле сидел на пляже и пел свои детские песенки, их у меня было очень много Мистер Жук, коробка с карандашами И особенно вот это ребятам понравилось А они были из Киева, они были начинающие мультипликаторы Игорь Ковалев и Александр Татарский Они присели и стали слушать Если видишь на картине Нарисована река Эта песня вошла в первый сюжет знаменитого мультфильма Пластилиновая ворона Татарский и Ковалев сняли его на самодельном мультстанке Из привинченного к кровати рентгеновского аппарата Нам помнится в вороне А может быть собаки А может быть корови Однажды повезло И ведь действительно повезло Потому что талантливых мультипликаторов Заметил редактор-консультант Объединения «Экран» Писатель Эдуард Успенский Он организовал переезд Татарского и Ковалева в Москву А следом за ними в столицу приехал и Григорий Гладков Вот тогда и закипела работа Над новыми совместными проектами Оригинальные персонажи одного из них Мультфильма «Падал прошлогодний снег» До сих пор живут в доме композитора Дом полный, чаша Вот ворона сама сохранилась Вот это чемодан Помните, зайца забегается Как шкварок на жарю Вот это мужик Вот Жена попалась работящая Вот она У нас была творческая группа Мы фантазировали вместе Придумывали фразы вот эти все Это же мы придумывали коллективно Как-то под Новый год Она послала Ну, в общем, послала его за елкой Уж послала, так послала А потом Гладков пишет музыку К мультфильму про Веру и Анфису Серии о братьях Колобках К фильму сказки старого волшебника Пластинки с песнями Издаются невероятными по тем временам тиражами До 10 миллионов копий Гладкову приходит настоящая слава Удивительная, но узнаваемая музыка И стихи о том, чем отличается пейзаж от натюрморта Или почему так интересно открывать и закрывать глаза До сих пор не просто нравятся детям Но и вдохновляют их на создание собственных мультфильмов А композитор им в этом помогает Он часто встречается с молодыми талантами Долгое время был в составе жюри детского Евровидения И уверен, что работа с детьми и для детей его миссия Ведь, возможно, кого-то счастливый случай найдет именно благодаря ему Очень важен первый шаг Потому что двери закрыты Кто-то должен тебя порекомендовать И те, кто уже достиг чего-то Обязательно должны помогать начинающим Обязательно И особенно, если человек талантлив Не завидовать Не переживать, что он займет твое место Всем хватит места, а помочь А еще Григорий Гладков считает, что творить нужно легко Играючи, в состоянии детства Так всю музыку к пастельной воронью он написал всего за несколько часов Вот и мы решили попытать удачу И попросить композитора подобрать массив к простому Мучиться растишью всего за несколько минут Если утро в наш дом приходит Бодрое и славное Или спокойное Спокойное и плавное То включайте утро России Не проспите главное Бодрое утро России До свидания Всего доброго и прекрасного Понедельника вам, рабочего, активного Да, именно это мы и хотим вам сказать, пожелать А с вами этот день начинали Тейстер Зумовская И Дмитрий Спиваков Но мы это делали с ляшечкой кофе Нескафе Голд, чего и вам советуем Желаем прекрасного дня в продолжении Увидимся завтра ровно в 7 утра Пока! Данный материал содержит элементы рекламы Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей Генеральный спонсор передачи Нескафе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова